Глава государства поставил несколько ключевых задач перед Министерством экономики. Я бы их сформулировал таким образом. Это уровень кадров, это качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне. И третье, это снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков. Что касается работы Министерства экономики и альтернативного взгляда Министерства экономики и института всегда был альтернативный взгляд на развитие экономики. Поэтому в этом отношении мы готовы предоставлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить те прогнозы, которые, может быть, кому-то будут и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду. У нас есть те ресурсы, которыми полностью не задействованы. Сегодня прошла модернизация. Многие заводы заканчивают эту модернизацию, поэтому в данном направлении мы должны получить высокую отдачу. Это первое. Второе. Высокий потенциал у секторов экономики – это сфера услуг, это IT-сектор, это биотехнологии, фарминдустрия. Эти направления нам нужно максимально задействовать. И третье. Нужно всегда искать альтернативные источники поставки сырья. Если мы эти все направления будем реализовать, я думаю, наша экономика будет достаточно устойчива к внешним шокам. И очень важный момент, конечно, использовать человеческий наш потенциал. Это тот ресурс, который мы также не до конца используем. В 2025 году мы должны достичь уровня ВВП порядка 100 миллиардов долларов США. Я считаю, если максимально задействовать все ресурсы в экономике, те, о которых я говорил, и направления, данная задача может быть выполнена.